Сотни горожан пришли в воскресенье в собор Казанской иконы Божьей Матери на торжественное богослужение. Губернатор Наталья Жданова тоже купила веточку вербы и начала свой день с молитвы. Вербное воскресенье для христиан – особый праздник. В этот день Спаситель въехал в Иерусалим. Люди встречали его как царя, выстилая дорогу одеждами и пальмовыми ветвями. Православные, не имея рядом южного дерева, заменили ветви на вербовые. После службы растение становится святыней, и дома его следует поставить рядом с иконой. Живет верба год от Пасхи до Пасхи. Она символ победы жизни над смертью. Торжество такое, я чувствую, конечно, праздник, освящение верб, пальмы. Но вот когда Господь входил в Иерусалим, торжество же. И получается, ему стелили одежды, пальмы, но у нас нет этого. Мы вот пришли с вербой. Она осветилась, это для нас святое. К началу службы в храме не было ни одного свободного места. Читинцы приходили целыми семьями. Одна из самых известных и красивых пар города, Юлия Шадурская и Сергей Чабан, посетили богослужения одними из первых. Одинаково радовались празднику и взрослые, и дети. Кстати, большая часть маленьких верующих – учащиеся в воскресных школ. Они уже хорошо знакомы с законом Божьим. Приходит церковь, чтобы помолиться Богу. А часто приходит в воскресенье, потому что в воскресенье проходит причастие, а в субботу – исповедь. Сегодня ставили свечи, сейчас пойдем на причастие. После службы всех пригласили на благотворительную выставку «Дети детям». В прошлом году учащиеся художественных школ и воспитанники детских садов Читы узнали о конкурсе епархии на самое красивое пасхальное яйцо. Работы поражают воображение. Яйца из бисера, папье-маше, пряжи и слоеного теста. Эти поделки выставили на своеобразный аукцион, а все средства с продажи пойдут на покупку подарков детям из сельских детских домов. Горожан добрая выставка не только впечатлила, но и очень растрогала. Очень трогает, что дети знают этот праздник, знают, с чем он связан, и вложили столько души в каждую поделку. Одна на другую не похожа. Все на одну тему, но абсолютно разные. Очень тронула, конечно, работа «Творец», потому что все там есть, действительно, до слез даже трогает. И очень радостно, что наши дети такие молодцы. В «Светлую седмицу» пасхальный автобус отвезет сладкие подарки детям-сиротам из Бургени, Верхчиты и Кадалы. Дарья Юринская, Анастасия Шадрина, ЗАПТ-ТВ.